В этот день 1873 года Лев Николаевич Толстой начал работу над романом Анна Каренина. Писатель уже давно вынашивал мысль сочинить роман об отвергнутой обществом грешнице. Это произведение Толстой окончил в апреле 1877 года. В том же году оно стало публиковаться в журнале «Русский вестник» ежемесячными порциями. Все читатели сгорали от нетерпения, ожидая продолжения. Если «Войну и мир» Толстой называл книгой о прошлом, то Анну Каренину он называл романом из современной жизни. В 1965 году в этот день родился мастер спорта международного класса по самбо, мастер спорта дзюдо и казахшак-курес Жартыбаев Салкем Калдебекула, чемпион спартакиады народов СССР, призер Кубка СССР. В 1992 году стал обладателем Кубка мира, чемпионом турнира звезды Азии, бронзовый призер чемпионатов мира и чемпион Азии. Признан лучшим самбистом Республики Казахстан в период с 1992-1994 год. Абсолютный чемпион Средней Азии. В 1974 году в этот день американский космический аппарат Маринер-10 сделал фотографии планеты Меркурий. Он был запущен 3 ноября 1973 года с космодрома на мысе Канаверал. Целью полета было изучение планет Венера и Меркурий с пролетной траекторией. По данным Маринера-10, Меркурий почти лишен атмосферы. Имеется крайне разряженная газовая оболочка из гелия. Аппарат также впервые измерил магнитное поле Меркурия. В 1896 году в этот день родился советский животновод-селекционер, старший чабан Жезлбек Конышбаев. Он выступил инициатором расширения зоны каракулеводства в Республике. Одним из первых применил метод искусственного осеменения овец. Внес большой вклад в селекцию и улучшение пород каракульских овец. О Жезлбеке Конышбаеве сложная песня. Батыр с двумя звездами. В райцентре Моинкумского района Жембылской области имеется музей имени Жезлбека Конышбаева. В этот день 1561 года родился изобретатель ртутного термометра, итальянский врач, анатом и физиолог Санторио Санкториус. Основные исследования проводил в области обмена веществ человека. За свою исследовательскую деятельность изобрел ряд измерительных приборов, среди которых прибор для измерения силы пульсаций артерий, весы для наблюдения за изменениями массы человека. В 1626 году вместе с Галилео Галилеем создал первый ртутный термометр. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok